ДОНБАСС С нами на связи Андрей Демченко, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины. Андрей, здравствуйте, рад приветствовать. Добрый день, студия. Ну и первые вопросы я хотел бы задать из социальных сетей. Мы отобрали три самых популярных вопроса, которые чаще всего пишут жители Донбасса. Андрей, первый вопрос. Используют ли Viber приложение Дивдома или связь идет через само приложение? Ну, собственно, пограничники проверяют наличие и установку приложения Дома на мобильных телефонах. Только в таком случае мы даем подтверждение человеку о том, что он может пересечь линию разграничения. Спасибо за этот ответ. Второй вопрос от наших зрителей. Как пройти на подконтрольную территорию Украины, если есть просроченный паспорт Украины и адресная справка так называемого ДНР? Ну, во-первых, любые документы, которые выданы на неподконтрольной территории, временно оккупированные, мы их не принимаем. Это нужно учесть гражданам. В любом случае, при наличии таких документов, они будут переданы сотрудникам национальной полиции для проведения проверки дальнейшей. В то же время, если есть какой-то просроченный документ, в любом случае территория Донецкой и Луганской областей, в том числе и временно оккупированные, это территория Украины. В первую очередь на этом акцентирую внимание. И мы никаким образом не препятствуем людям в пересечении линий разграничения, которые столкнулись с такими трудностями, когда, ну, собственно, или не вклеены какие-то фотографии по истечению возраста. В любом случае, люди могут прибывать на контрольные пункты въезда-выезда. В дальнейшем они будут переданы просто сотрудникам национальной полиции, которые установят их личность. И в дальнейшем они смогут проследовать уже на подконтрольную территорию Украины для того, чтобы переоформить свои документы. И третий вопрос, он схожий. Подскажите, я прописан на территории Украины, но потерял паспорт на территории Ордло. Как мне выехать с Ордло? Ну, собственно, точно такой же порядок, когда и документы фактически просрочены. Если человек проследовал установленным порядком на временно оккупированную территорию, он может и потерял документ, соответственно, он может через контрольные пункты въезда-выезда возвращаться. Опять же, он будет передан сотрудникам национальной полиции для установки личности и в дальнейшем проследовать уже для оформления себе новых документов. Спасибо вам большое за эти ответы. Мы взяли за основу самые часто задаваемые вопросы, потому что именно это больше всего интересует людей, которые пересекают линию разграничения. И далее по редакторским уже вопросам пройдемся. Расскажите, пожалуйста, об обновленных правилах и самоизоляции после пересечения контрольных пунктов выезда-въезда на подконтрольные Украине территории. Ну, собственно, хочу акцентировать внимание, что порядок пересечения линий разграничения, он не поменялся. Фактически, в дополнение к установленным правилам в соответствии с постановлением 815, которое четко регулирует, какие документы нужны и кто в каком направлении может пересекать линию разграничения, во время карантина все граждане, за исключением некоторых категорий, следуя со временно оккупированных территорий, обязаны отправиться на самоизоляцию, установив приложение дома. Те из граждан, которые в связи с разными обстоятельствами не могут установить приложение или же не хотят, они в дальнейшем подлежат обсервации. Те граждане, которые отказываются от самоизоляции через приложение дома или же от обсервации, они не пропускаются через линию разграничения. У меня уточнение. Очень много людей путают приложение Диев дома и В дома. Какое приложение все-таки существует? Потому что там, по-моему, Диев дома даже такого не существует. Ну, собственно, в начале в документах правительства именно указывалось приложение Диев дома. Но в данный момент оно четко прописано и звучит мобильное приложение дома. Спасибо за уточнение. По бесплатным экспресс-тестам, которые планируют делать на КПВВ или уже делают, расскажите, пожалуйста, всем ли будут делать или только людям, которые находятся в опасной зоне к коронавирусной инфекции? Это те изменения, которые были приняты не так давно правительством. И внесены изменения в постановление, которое касается карантина. И, как я говорил, в самом пересечении линии разграничения ничего не меняется. Люди обязаны установить приложение дома. Но вот в дальнейшем для того, чтобы сняться уже с самоизоляции, если раньше устанавливалась только возможность через сдачу ПЛР-теста получить негативный результат, то сейчас как раз добавили условие, что те граждане, которые следуют с оккупированных территорий, могут кроме сдачи ПЦР-теста сдавать и эспресс-тест. Такие пункты для сдачи эспресс-тестов могут быть обустроены в контрольных пунктах езда-выезда, вне зоны, где проходит паспортный контроль. Фактически это в сервисных зонах. И обязанность для их обустройства возложена на областные государственные администрации соответствующих областей. На данный момент, как известно, на линии разграничения фактически действуют, функционируют только два контрольных пункта въезда-выезда. Это станица Луганская в Луганской области и Новотроицкая в Донецкой. Причём новотроицкое осуществление пропуска возможно только в понедельник и в пятницу, поскольку российско-террористические организации только в эти дни пропускают со своей стороны людей. Хотя с подконтрольной украинской ладью территории все контрольные пункты въезда-выезда функционируют. А что касательно Крыма, админграницы с Крымом? Там также будут экспресс-тесты проводиться? И есть ли возможность такая? Или речь идёт только о Донбассе? Нет. Изменения касаются как Донецкой и Луганской областей по линии разграничения, так и территории админной линии с временно оккутированной территорией Крыма. И ещё раз скажу, что пункты, где могут быть осуществлены экспресс-тесты, их обустройство и функционирование положено на областные государственные администрации. И уточнение ещё маленькое. Есть ли срок, когда обустроят все эти пункты на КПВВ? Есть ли лимит какой-то? Если говорить про линию разграничения, то фактически уже началась первичная такая работа, чтобы люди могли сделать себе экспресс-тест в этих пунктах, которые обустройства обладши администрациями. Это как и по станице Луганской, так и по Новотроицкому. Ну то есть всё опять же будет зависеть, если это так, чтобы уже подчеркнуть основное, всё будет зависеть от государственных областных администраций. Именно на них это всё на их плечи кладётся, правильно? Да, на них эта функция возложена. Ну и фактически просто на обоих КПВВ эта работа уже частично начала производиться. Но тут надо ещё понимать, что это не обязанность. Люди сами могут решить, хотят ли сделать этот экспресс-тест добровольно или же нет. Никто людей насильно не заставляет делать эти экспресс-тесты. Но если человек хочет всё-таки быстрее сняться в самоизоляции, мы видим, что люди всё-таки обращаются и делают такие экспресс-тесты. Спасибо вам большое, что нашли время присоединиться к нашему эфиру и поделились очень важной информацией. О ситуации на КПВВ говорили с Андреем Демченко, пресс-секретарем Государственной пограничной службы Украины. Хотите оперативно получать важные новости? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал, фейсбук и ютуб-странички. Там очень много важной информации для вас. Спасибо, что доверяете. И помните, Украина – наш дом. Украина – наш дом.